На волне Ночное такси Дорогие друзья, вы по-прежнему настроены на радиостанции Шансон-24 из России и радиостанцию Русский Берлин, соответственно, в Берлине на 97,2 МГц. Это программа «Ночное такси» из России и сегодня в течение ближайших 120 минут вы услышите. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, дорогие друзья, о том, что сегодняшний эфир – это абсолютное совпадение, это не специально, конечно, поскольку календарь не подделаешь никак в свою пользу, является собой эфир юбилейный. У нас не круглая, правда, дата. Она у нас сегодня, в общем, такая, что называется, не особо красивая, но все равно сказать о ней, конечно, особо надо, хоть мы никак, вот кроме этих моих слов, ее не отмечаем. Сегодня, 18 февраля 2017 года, ровно 23 года исполняется выход в эфир той программы, которую вы сегодня слушаете, то есть радиопрограммы «Ночное такси». Впервые мы вышли в эфир в Санкт-Петербурге в FM-диапазоне в ночь с 18 на 19 февраля 1994 года. Вот, соответственно, сегодня такая вот, подчеркиваю, не круглая дата, не пафосная, и, конечно, я обязательно об этом сегодня говорю, но, подчеркиваю, ни с одной стороны как-то праздновать это не собираюсь. Что касается второго и важного тоже для нас, это то, конечно же, что аудитория телевизионного канала «Ночное такси» на YouTube, это было, правда, не сегодня, это было вчера, уже превысила 34 миллиона уникальных зрителей. Сегодня уже даже 34 миллиона и 27 тысяч – это те люди, кто посмотрели телевизионный канал «Ночное такси» на YouTube, начиная с 15 ноября 2010 года. Это тоже для нас важно, и, конечно, об этом я тоже всегда сообщаю в начале эфира. Что вас ожидает сегодня в течение ближайших 120 минут? Ну, во-первых, это видно, естественно, благодаря нашей камере на YouTube, молодой человек, очень импозантный в костюме, который находится со мной рядом, уже не первый раз в студии нашего прямого эфира в Санкт-Петербурге, он уже в нашей программе бывал, это талантливый музыкант и педагог по вокалу Витерт Ветер. И, конечно же, сегодняшняя программа «Первый час ночного такси» практически полностью посвящен ему и тому альбому, который очень скоро в марте увидит свет на компакт-диске. И, конечно же, мы порасспрашиваем Виталия о создании этой музыки, работа очень серьезная, длился она, кстати, много лет, не спонтанный такой диск. И, конечно же, послушаем впервые, кстати, даже для самого Виталия, все это будет происходить именно с того мастер-диска, который затем станет основой для завода-изготовителя, чтобы печатать компакт-диск, собственно говоря, для вас тиражный. Поэтому такое важное событие для нас в преддверии издания в марте этого компакт-диска, все это подчеркиваю в первом часе ночного такси сегодня. Но пока ближайшие несколько минут, правда, Виталий будет только слушать, он тоже будет слушатель, как и вы, наши уважаемые друзья, поскольку я исполню заявки. Всегда говорю о том, что заявки в программе «Ночное такси» исполняются в первом часе в субботу каждую неделю. Оставить заявки очень просто. Это делается благодаря нашему электронному адресу, который указан на портале студии «Ночное такси». Наш портал наверняка знают многие, он существует уже 17 лет без малого, и я думаю, что вы его знаете. Но на всякий случай я назову еще раз его адрес «shanson.spb.ru» – это официальный портал студии «Ночное такси» с 2000 года, 17-й, подчеркиваю, год уже как. Там все просто для заявок. Есть раздел «Контакты», а в этом разделе есть только один электронный адрес, не перепутайте, который начинается с латинских звук «GP». Вот эти латинские буквы «GP», вот именно с них, и, собственно, начинается обращение в нашу студию. Вы указываете свое имя, вы, естественно, указываете, что вы хотите послушать и когда желательно это сделать. Вы можете писать туда абсолютно в любое время, но при этом заявки, подчеркиваю, будут выполнены только в первом часе «Ночного такси» в субботу еженедельно. Вот такие правила на радиостанции «Shanson-24». Те три заявки, которые я выполняю в сегодняшнем эфире, они, естественно, таким образом к нам и пришли. Начинаем мы с заявки слушателя, который нас знает много лет, еще с вещания программы «Ночное такси» в FM-диапазоне в Санкт-Петербурге. И, конечно же, я с удовольствием для нашего верного слушателя передам то, что он захотел. Итак, песня под названием «Ах, какая женщина!» – это известная группа «Фристайл». Ко дню рождения Егоровой Натальи Александровны, заведующей третьего кардиологического отделения больницы номер 26 в городе Санкт-Петербурге. От нашего старинного слушателя Анатолия Ковалева. Начинаем. Анатолия Ковалева В шумном зале ресторана Средь веселья и обмана Пристань загулявшего поэта Возле столика напротив Ты сидишь в половорота Вся в луче ночного света Так само случилось вдруг Что слова сорвались с губ Закружила голову хмельную Ах, какая женщина Мне в такую Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Полничу я под собою Между небом и землею Как во сне с тобой танцую Аромат духов так манит Объединяет и дурманит Ах, как сладко в нем тону я Так близки наши тела И безумные слова Без стыда тебе шепчу я Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ты уйдешь с другим, я знаю Он тебя давно ласкает И тебя домой не провожу я Жжет в груди сильней огня Не моя, ты не моя Так зачем же я ревную? Сколько ж нужно мне вина Чтобы с памяти прогнать И забыть мечту свою шальную Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ты уйдешь с другим, я знаю Я знаю, я знаю, я знаю Я знаю, я знаю, я знаю Ах, какая женщина Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Я знаю, я знаю, я знаю Субтитры подогнал «Симон» В «Ночном такси» сегодня концерт по вашим музыкальным заявкам в этом эфирном часе. Еще два ваших музыкальных пожелания выполнив я, и затем до завершения эфирного часа программа будет посвящена замечательному альбому «Млечный путь» моего сегодняшнего гостя, автора и исполнителя, педагога по бельканту, кстати, Витарта Ветра. Ну и, конечно же, еще следующая заявка сейчас появляется в нашем эфире, в этой заявке «Своя история». Ну, во-первых, она пришла от нашего постоянного слушателя Александра Цаплина, слушателя, с которым мы очень дружим, огромное количество лет. Он слушает «Ночное такси», ну, я боюсь точно вот сказать, ну, я думаю, что, наверное, лет 19, может быть, даже 20. Вот, очень давно он слушает. Вот, человек, который действительно коллекционирует музыку, разбирается в ней очень хорошо, им для меня было очень интересно, что он попросил такую песню, которая была создана в нашей студии, записана у нас 22 года назад, в 1995 году, и, откровенно говоря, очень давно в эфире не звучала. Это альбом «Братьев Жемчужных», который был записан в нашей студии вторым после первого альбома «Браса» 1994 года, который назывался «Десять песен, 20 лет спустя». Мы затем приобрели новое оборудование, и братья записали альбом вместе с петербургским автором и исполнителем Антоном Яковлевым. Он, этот альбом, носит название «Кресты», и затем уже в том же 1995 году был записан альбом «Братьев Жемчужных достойно». Поэтому, в общем, в нашей дискографии, в частности, в дискографии «Братьев Жемчужных», конечно, этот альбом занимает свое особое место. Братья собрались практически полным бендом. Здесь, на самом деле, был тот самый золотой состав, который мы собрали вместе с Николаем Рязановым тогда, в 1994 году, на духовых здесь Виталий Смирнов. Естественно, аранжировка и поныне работающего с нами Виктора Николаевича Смирнова, Рязановская гитара и банджо, скрипка Дулькевича. В общем, хорошая жемчужная команда середины 90-х, и звучит, на самом деле, все это весьма и весьма интересно. Захотел Александр Цаплина, чтобы прозвучала именно та версия, поскольку есть несколько версий заглавной песни этого альбома, другие были сделаны позже, и не у нас, самим Антоном Яковлевым, а чтобы прозвучала именно та версия, собственно, с которой все началось. При этом он сказал для меня довольно странную вещь, о которой я сейчас говорю в эфире, тоже с некоторым удивлением, что оказывается, в одном из телевизионных фильмов, как я понимаю, «Улицы разбитых фонарей», как я понял из письма Александра Цаплина, фрагмент этой песни прозвучал. Вот, не знаю, я, может, невеликий поклонник российских и советских телефильмов, честно могу сказать, не специалист в этой области сериальной, знаю «Улицы разбитых фонарей», знаю тех, кто их делал, но, честно говоря, вот только что узнал от Александра Цаплина, что действительно фрагмент, записанный в нашей студии песни, прозвучал в этом телесериале, так прям много лет назад. Ну, в общем, на совести, так сказать, Александра Цаплина это сообщение, я его никак не могу не подтвердить, не провернуть, но интересно. И, конечно же, я обещал в сегодняшнем эфире, Александр, вам заявку эту выполнить. И действительно, вот та самая оригинальная версия, вот так как она была сделана в этом альбоме, Антон Яковлев и братья Жемчужины, образа 1995 года, записаны в студии «Ночной такси», и сегодня эта песня звучит в нашем эфире для вас. Кресты! Ах, кресты, вы мои кресты Растянулись на полверсты За кирпичной, да за стеной Горемычный брательник мой Ты, мой кореш, меня прости Залетел ты по глупости По Ниве тарахтят суда Пара месяцев до суда Ах, кресты, вы мои кресты Судеб сломанных полверсты Не гони, тормози, не таксист Пусть услышит, Санек, мой свист Ах, кресты, вы мои кресты Судеб сломанных полверсты Не гони, тормози, не таксист Пусть услышит, Санек, мой свист Прослышит, поймет занек Что на воле крутой денек Что подруженика Тонина Я узнал подминтована Ах, кресты вы, мои кресты Судеб сломанных полверсты Не гони, тормози, не таксист Пусть услышит, Санек, мой свист Ах, кресты вы, мои кресты Судеб сломанных полверсты Не гони, тормози, не таксист Пусть услышит, Санек, мой свист Боется ранней зимы снежок От сумы до тюрьмы шажок И себе самому не лги Что не нужно платить долги Ах, кресты вы, мои кресты Судеб сломанных полверсты Не гони, тормози, не таксист Пусть услышит, Санек, мой свист Ах, кресты вы, мои кресты Судеб сломанных полверсты Не гони, тормози, не таксист Пусть услышит, Санек, мой свист Отдохни, таксист, покури Мы снаружи, а друг внутри И за эту свою вину Я из горлышка отхлебну Ах, кресты вы, мои кресты Судеб сломанных полверсты Не гони, тормози, не таксист Пусть услышит, Санек, мой свист Ах, кресты вы, мои кресты Судеб сломанных полверсты Не гони, тормози, не таксист Пусть услышит, Санек, мой свист Санек, мой свист Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Да, дорогие друзья Уверен, что с вами ничего не случится в дороге Это программа Ночное такси В эфире радиостанции Шансон 24 из России И в эфире радиостанции Русский Берлин И сегодня в начале программы В первом часе Концерт по вашим музыкальным заявкам И он продолжается Напомню, пел для вас Петербургский автор и исполнитель Антон Яковлев Акомпанировали братья Жемчужины Запись была сделана в студии Ночное такси В 1995 году Соответственно, альбому «Кресты» В этом году исполняется ровно 22 года И в финале концерта По вашим музыкальным заявкам То, что захотел услышать Наш верный слушатель Сергей Который также, как и Александр Цаплин Слушает нас очень долго Слушает программу «Ночное такси» Начиная, естественно, с ее появления В FM-диапазоне Поскольку эта программа, напомню Появилась впервые в феврале 1994 года В Санкт-Петербургском музыкальном эфире В России И вот как раз сегодняшний эфир Хоть подчеркиваю, мы абсолютно без пафоса И никак это дело не отмечаем Но вот так сложилось по эфирному расписанию Календарь-то ведь не изменить Что сегодня ровно 23 года Как эта программа вышла в эфир Потокового вещания Начиная, собственно, с 1994 года И для меня очень важно, что Сергей слушает нас Очень-очень много лет Сергей является поклонником творчества Александра Аркадьевича Сегодня очередная композиция Александр Галич озвучит для Сергея Носит песня названия «Чибиряк» Чибиряк, чибиряшечка Подражание Аполлону Григорьеву Теоретический романс Прощание с гитарой Осенняя Простудная Печальная пора Гитара Синеструйная Ни пуха, ни пера Ты с виду Только румно На слух ворожая Подруга Синеструйная 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 Ах, как ты пела С молодым Вся музыка из ста Что трудно Было голову С тобой Не потерять Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка Как плыла голова Моя душечка Когда Ты стала каяться В преклонное лето Не спать Не так Красавица И музыка Не так Все в голову Пространствия Про ночи У костра Была Но Только Санкция Романтики Сестра Романтика Романтика Недельных Калеров Ни хераря Грамматика Небитых Шкалеров Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка Ах, как скучно мне с тобой Моя душечка И вот Как дождь Получки Который год подырят Все на дно и на стуночке А шесть других молчат И лишь за тенков Просто поразыгрываешь страсть Что может Так урнотэ Послушай и дать Так и живет Бездумная Приемность и примет Гитара Однострунная Полезный Инструмент Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка Ах, несовестно ль тебе Моя душечка Плевать Что стала курвою Что стать, под стать, блядя Зато Минаменка лазурная Зато нужна людям А что души Катается Про то забыть пора Ну что ж Прощай, красавица Ни пуха Ни пера Чибиряк, чибиряк Чибиряшечка Что ж ни пуха Ни пера Моя душечка Если с вами Ночное такси Ничего не случится В дороге Концент по вашим музыкальным заявкам В сегодняшнем эфире программа Ночное такси Завершился Пел для вас Александр Галич Это была знаменитая композиция Это было посвящение Если правильно называть ее Чибиряк Либо посвящение Цыганочке Аполлона Григорьева И конечно же Все оставшееся нам В этом эфирном часе время Отдано музыке Совершенно новой И я с большим удовольствием Предоставляю сейчас В эфире слово Талантливому музыканту Автору-исполнителю Человеку, который Очень здорово Разбирается вообще В вокальном пении В вокале Так сказать, именно Уровне Как вы понимаете Гораздо выше Чем вокал Эстрадный Чем то, что Мы привыкли с вами Слушать в эфире Нашей радиостанции Да и других радиостанций Тоже Поскольку Бельканту Это целая Система Собственно говоря Воспитания вокалистов И это целая система Которая, конечно же В первую очередь Рассчитана была В Италии Конечно же На оперное пение То есть на пение высокое На пение, которое Гораздо выше того Подчеркиваю Стандартного вокализа Который мы с вами Слышим в электронных средствах Массовой информации Гораздо-гораздо чаще А я очень рад тому Что мы познакомились С Виттертом Ветром Вот таково имя Псевдонима этого музыканта Я очень рад тому Что сейчас в марте Будет издан Нашей студии Его первый альбом И собственно говоря Об этом альбоме И пойдет сегодня речь Причем подчеркиваю Слушать мы будем Именно с того мастер-диска Который был сделан В студии Ночной такси В качестве оригинального диска Для завода-изготовителя Собственно говоря Оптической репликацией И сегодня Сам своей песни Вот именно в таком качестве В качестве уже полностью Подготовленном к изданию Виталий послушает В нашем эфире сам Вот так мы договорились В таком экспромте для него Надеюсь, что ему наша работа понравится Я могу объяснить изначально Почему так получилось И так у нас В общем бывает не всегда Дело все в том Что этот альбом Он очень долго создавался Виталием по времени Создавался в разных студиях В разные годы И вот он принял Абсолютно правильное решение Чтобы эти очень интересные Необычные его авторские песни Наконец-то ушли К людям Именно в качестве Профессионального издания На компактном диске И собственно говоря Уже непосредственно компиляцию Непосредственно Цифровой мастеринг звука Конечно делала студия Ночной такси И собственно говоря Вот поэтому получилось Что сейчас он сам будет слушать То, что им же было сделано В разные годы Но вот в том Максимально достойном Качестве Которое сделали наши Звукорежиссеры При подготовке Этой фонограммы Для издания Методом оптической репликации То есть собственно говоря На современном Лазерном компакт-диске Вот такое интро От меня И конечно же Я с теми представляю Слово Виталию Виталий Вы в эфире Добрый вечер Дорогие радиослушатели Спасибо Александру За подробный рассказ О том все Как происходило И на самом деле Происходило все Действительно так Я долго работал Над этим альбомом О котором сейчас идет речь Сначала Сочинял музыку Слова Мелодии Писал я это все На своей аранжировочной станции Корк Пи-50 Известный инструмент Наверное Для многих В общем Как-то разделяя Своё вдохновение С теми возможностями Которые на тот момент Мог предоставить мне Этот инструмент Я начал сочинять Музыку И записывать ее До этого я часто Экспериментировал Постоянно Были какие-то музыкальные идеи Я что-то сочинял Но Так сказать Не записывая Это все Я долго работал Над этим альбомом Сначала Все эти песни Были Так сказать У меня В голове Я не все записывал В ноты Вот Много Играл в разных стилях На Аранжировочной станции Там Как-то самостоятельно Все это обрабатывал Потом уже В дальнейшем Как-то все это Более-менее Систематизировал И был у меня такой период Когда Очень скрупулезно Действительно И много активно Так я Начал писать музыку Вот Был так В течение года Постоянно Находился В творческом Таком Процессе Мой Хороший друг Денис Чураков Оказал мне Поддержку В плане Вот Создания Аранжировок Очень Интересных На Ту музыкальную Тематику Которую Я Создавал То есть И Вот Таким образом Постепенно Шаг за шагом Записывался Этот Диск Потом Прошло еще Несколько лет И вот Сейчас Мы Ожидаем Когда Наконец Вот Уже Проработанный На Студии Ночное такси Выйдет Этот Альбом И мне Очень Интересно Сейчас Самому Послушать Как Все Это Будет Звучать Уже На Сегодняшний День В Новом Качественном Формате Ну Вот Еще раз Говорю Тем Интересен Всегда Живой Эфир Тем Интересен Онлайн Что Конечно Все Происходит В реальном Времени Аркадь Александрович Трек Номер И еще раз Напомню о том Что сегодня Мы вот так По принципу Завтрашней новости Сегодня Презентуем В эфире Радиостанции Шансон 24 Радио Русский Берлин Новейший Альбом Студии Ночное такси Собственно Альбом Витр то ветра Альбом Который носит Название Лечный путь Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Летела птицей Время Стремительно Вперед И годы Вереницей Отправились В полет Сменилось Их немало Пока я Сознал Что жизнь Зал ожидания Что жизнь Ночной вокзал Ночной вокзал Ночной экспресс Ты говорила мне Не опоздай Не опоздай На этот поезд Ночной вокзал Ночной экспресс На ожидания Голубой Летящей Прошлое Уносит Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Который Который Уходил Билет В руке Сжимая И не жалея Сил В ночи Растаял Плавно Экстресс Моей мечты И устремился В дождь До города Любви Ночной вокзал Ночной экспресс Ты говорила мне Не опоздай Не опоздай На скорый поезд Ночной вокзал Ночной экспресс Но ожидания Зал Голубой Летящей Прошлое Уносит Редактор субтитров Ночной вокзал Ночной экспресс Ты говорила мне Не опоздай Не опоздай На скорый поезд Ночной вокзал Ночной экспресс Но ожидания Зал Толбой Летящей Прошлое Уносит Если с вами Ночное такси Ничего Не случится В дороге Вот так звучит Млечный путь Виталия Витерта Ветра В нашем эфире Ну вот как Ощущение От Ночного экспресса Ну вы знаете Александр Ощущение такое Та песня Ночной экспресс Которую я Написал уже Наверное лет 10 Тому назад Которую я хорошо знал И Слышал Прозвучало Несколько Иначе Сейчас То есть Да знакомая песня Мелодия Слова Все что я когда-то Написал И Исполнил Но Восприятие Сейчас Какое-то другое Она стала Несколько Более Я бы сказал Приятно Ложиться на слух Вот с моей точки зрения Естественно Общая Общая Картинка В плане Вот качества Она сейчас Вышла на более Естественно Профессиональный Такой чувствуется Уровень То есть Ваши инженеры Хорошо поработали Над Именно саундом Над Всеми теми вопросами Которые связаны С восприятием Именно Музыкальной Тембральной Окраски звука И безусловно Тембральная Окраска звука То есть Даже Мой Обертональный Состав Воспринимается Как-то Более ярко Четко Красочно Мне вот интересно Ваше мнение Потому что на самом деле Вы действительно Не слышали До сегодняшнего дня Что получилось Я могу долго Довольно-таки Рассказывать Как мы это сделали И вообще На каком оборудении Мы это делаем Но я не хочу На это тратить Много времени Я хочу чтобы Во-первых Наша публика Послушала вас Будущий альбом В эфире И конечно же Мне очень интересно Ваше отношение Не только к этой песне Но и к другим Которые появятся В нашем эфире Но перед этим Я бы хотел Конечно Чтобы вы рассказали Все-таки О создании этих песен Потому что Как я понял Самые первые треки Того альбома Который называется Млечный путь И появятся в марте Все-таки были созданы Действительно Не менее десятилетия назад Да Время летит быстро И сейчас уже Мы можем говорить О том Что прошло время Достаточно Порядка Может быть даже Десяти лет Или около Около того Около этой цифры Действительно Как-то незаметно Пролетело это время Хочу сказать спасибо Своей бабушке Последней ученице Великой русской певицы Антонины Васильевны Неждановой Ермолаевой Раисе Петровне Которая Учила меня петь Которую я Перенимал И постигал школу Потом уже Сам Для себя Все более и более Глубоко И вдумчиво Изучая ее Практикуя И занимаюсь этим Уже Много лет И Весь этот процесс Весь цикл Создания Песен Альбома Наверное Это все Происходило Не случайно Всему свое время В своих песнях Я отражаю Свои отношения Соответственно К жизни К происходящему Они во многом Автобиографичны И аллегоричны Одновременно Соответственно Я пытался Рассказать Будущим Слушателям Рассказать То Что я думаю Как я отношусь К окружающему миру И Может быть Какие-то свои пожелания И Передать Посредством музыки Поделиться Ну и через мелодию Безусловно Потому что Огромный спектр Ассоциативных Вот Цепочек Рождает Непосредственно Мелодия Музыка И потом Здесь Видите Какая Получилась ситуация Что я сам писал И тексты Слова Стихи Сочинял И как бы Вот Они объединялись С теми музыкальными мыслями Которые У меня рождались И в комплексе Вот Получилось то Что получилось И Дорогие слушатели Буду Рад Если Вы Послушаете Поделитесь Своим Своим мнением По поводу Того Что У нас Виталий Скажите мне А вот Что Для вас Всегда было При создании Этих песен Первичным Это вопрос На самом деле Не праздный Это вопрос Который обычно Нам задают Наши слушатели Зрители Вот Что вперед У Виталия Стихотворный Текст Который должен Потом обрасти Как мясо Музыка Или наоборот Сначала мелодия Для которой Потом пишутся Стихи Здесь Вы знаете Очень Все интересно Происходило У меня Как-то Очень часто Рождаются Стихи В сопровождении С мелодией Что-то Одновременно Бывало Понимаете Да Потому что Наступает Такой Творческий Момент Какой-то Определенное Состояние Один раз Я ехал на велосипеде Часть песни У меня есть Композиция Санкт-Петербург Так я ее В общем-то Сочинил Прогуливаясь Осуществляя Прогулку Велосипедную Такую Вот Становился Записал Помню В телефон Там Что-то Напел Потом Это перевел В ноты Потом Перевел В мелодию Часть Например Есть Проигрыш Определенный В композиции Осенняя фантазия Мне приснилось Буквально Во сне Был такой У меня Сон Мне приснилась Бабушка Моя Вот Такая Ну Грустная Ностальгическая Такая Картинка Сопровождала Это Сновидение И Все И Как бы Фоном Звучала Вот Эта Мелодия А как раз Я ломал Голову Что Мне Как бы Нужно Было Связучее Какое-то Звено Сочинить Проигрыш Определенный Так сказать И Связать Куплет С припевом Там Так далее И вот Родилась Мелодия И почему-то Я проснулся И у меня Это звучит В голове Вот эта Картинка Ну Видимо Настроение Какое-то Общее Было Такое Вот Я записал Записал Эту мелодию И Все Получилось Так Как получилось Интересно То есть На самом деле Получается Что У вас Иногда Даже Происходите По принципу Стихи и музыка Не разделяю вас Рождается Одновременно Стихотворная Фраза И Собственно Говоря Это действительно Так Музыкальная Часть Да Часто У меня бывает Такое настроение Сажусь за инструмент И начинаю Просто Импровизировать Приходит Какая-то Определенная Мысль Ну Или На определенную Тематику Какую-то Вот И Приходит Музыка Рождаются Слова Сейчас Тоже Много Идеи Много Мысли Хочется Сейчас Создан Был в разное Время И Как мы Понимаем Достаточно Давно Многие Вещи Вот он Видит Свет Это будет Для вас Виталий Стимулом Для создания Совсем Новых Композиций У меня Да Все это Было Давно Записано Но Издать То было Надо Я считаю Что Мысль Правильная Сейчас Сотрудничая С такими Интересными Людьми С этой Замечательной Студией Вот У нас Такой Рывок Сейчас Произошел Такой Вот Вперед И На самом Деле Это Действительно Александр Определенный Стимул Для того Чтобы Продолжать Продолжать Эту Деятельность Писать Отлично Отлично Хорошо Двигаемся Двигаемся Дальше И Аркадий Александрович Павелся Трек Хотел Буквально Сказать Несколько Слов Потому Что В вашем Вопросе Прозвучала Мысль Такая Вы Спросили Чем я Руководствовался Что Я Не совсем Ответил На этот Вопрос Немножко Ушел В другую Тему Смотрите Для меня Всегда Первостепенным Что Являлось Скажу Так Мелодия Должна Быть На мой Взгляд Осмысленная В музыке Должна Присутствовать Мелодия Это Раз И Нужно Подавать Правильно Звук Правильная Подача Звука Правильный Вокал В сочетании С Мелодией И Если Даже У нас Преобладает Какая-то Современная Совершенная Скажем так Перкуссия И Мы Используем Современные Какие-то Знаете Такие Эффекты Скажем так Которые Позволяют Нам На сегодня Делать Те Компьютерные Технологии Которые Существуют Сейчас Акцент Нужно Делать Все равно На Правильный Вокал И На Мелодию Чтобы Не Просто Статично Так Сказать Ударная Какая-то Установка Работала А чтобы Мелодия Рождала Образ Какой-то Рождала Мысль И Вот это Основное То есть Качество Вокала Качество Музыки И Нужно Доносить Через музыку Мысль Определенную Как будто И на это Я опирался Всегда Ну Будем так Говорить На Классическую Основу Я на самом Деле Хочу Сейчас Перед тем Как мы послушаем Следующую Композицию Перед тем Как мы послушаем Следующую Композицию Я хочу Ускать Своё Вернее Повторить То Что я уже В этой студии Говорил Когда Виталий Был у нас На радио Впервые И когда Мы впервые Услышали Его песни Тем более Что он был Участником Одного Из наших Фильмов И есть Видеоверсия На Одну из песен На нашем Телеканале На ютюб Вот я Например Я Посчитал Именно В первую Чуть Как раз По правильности По Его умению Работать Именно Вокальную Партию Правильно Я вообще Посчитал Что это Имеет Такое Отношение Все К направлению Современной Эстрадной Музыки Неоклассика Вот я Об этом Говорил Уже В этом Эфире В прошлом Году Повторяю Это Сейчас Это Конечно Мое Мнение Я Не знаю Специально Стремился Именно К этому Направлению Автор На всяком Случай Я Как Продюсер И музыкальный Комментатор Я Например Услышал Своё Мне Показалось Что Именно Если Говорить О том Насколько Это Определённой Стилистике Соответствует То Альбом Млечный Путь Соответствует Стилистике Неоклассика Подчёркиваю Это моё Мнение И конечно Оно Не может Никак Восприниматься Как Аксиоматичное Александр Действительно Неоклассика Это Одно Из таких Уникальных Направлений Которое Может Объединить Внутри Себя Как И Современную Аранжировку Современную Музыку Современную Инструментовку Так И Академический Вокал Да Это Определённая Тема Эта тема Которая Всё больше И больше На серьёзной Эстраде Занимает Своё место Потому что Люди понимают Что без Основы Без того Что было 50 100 лет Назад Всё равно Довольно Сложно Двигаться Вперёд И Перебрав Уже Все Сэмплерные Современные Игрушки Которые Позволяют Сделать Электроника И множить Их Так называемые Лупы Естественно Люди Стремятся К чему-то Другому То есть Стремятся Стать На какую-то Основу И обыграть Её С точки зрения Сегодняшнего Дня Используя Все современные Возможности По вокализу По современным Инструментам Может быть Даже По обязательному Добавлению Живых Инструментальных Партий К электронным Партиям Хотя Современное Сэмплирование Оно Очень высокого Класса И Мне кажется Что вы В силу Вашего Вокального Образования Опыта Как-то Даже Не специально Но Пошли В этом направлении И на мой взгляд Это получилось Потому что Я например Это слушаю С прошлого года Когда впервые Познакомился с вами Все с большим И большим Интересом Я сам принимал Участие В ремастеринге Этих фонограмм Вместе с нашими Инженерами Над вашим Альбомом Работали Три специалиста Мне кажется Что это Именно то Что должно быть Заметно Думающей Публике Публикой Которая стоит На какой-то Основе В музыке Не людям Которые просто Слушают фон А потанцевать И чем другим Заниматься А вот людям Которые поймут Как это сделано Поймут Насколько Это может быть Близко И самое главное Они найдут Какой-то отклик Для себя Потому что Они увидят В этом Самое главное Классическую основу И такая аудитория Вне всякого сомнения Это аудитория Вашего альбома Млечный путь Аркадий Александрович Надеюсь Мы естественно В соответствующем Образам Треки Третий И четвертый Субтитры создавал DimaTorzok Мое сердце Динамит Но не взорвется Твое сердце Гранит Не разобьется Ты пришла Но ты уйдешь Так будет лучше Я стану злых один Но мне не будет скучно Ведь ты придешь Снова вместе будем мы Ты растворишь В моем сердце злые сны Поверь судьбе Знаешь Это не игра Узнай себя Пробуждаясь Ото сна Время сделало свой ход Взбыхнув огнями Наш стремительный полет Будет вместе с нами Не обманывай себя Это опасно И сегодня и вчера Ты всегда прекрасна Ведь ты придешь Снова вместе будем мы Снова вместе будем мы Ты растворишь В моем сердце Злые сны Поверь судьбе Знаешь Это не игра Узнай Узнай Из себя Пробуждаясь Пробуждаясь Ото сна Ты придешь Снова вместе будем мы Ты растворишь В моем сердце Злые сны Субтитры создавал DimaTorzok Поверь в судьбе, знаешь, это не игра Узнай себя, пробуждаясь ото сна Субтитры создавал DimaTorzok Старый парк опустел, по аллеям шумял Кружит ветер листву, здесь не встречу тебя В синем небе осеннем, блики светлых лучей Воды кончилось лето, скоро время дождей Время дождей А ты печаль отпусти, но про любовь не забудь И не спанет тревожным сон И развеется эта грусть Пусть все прошло, ну и что Поймешь осенней порой В жизни этой, жизни той Любовь останется с тобой Растворяясь в закате Останет вечером день И напомнит невольно Об улыбке твоей Все течет, изменяясь В лабиринте времен То, что было, прошло Словно сказочный сон А ты печаль отпусти На любви не забудь И не станет тревожным сон И развеется эта грусть Пусть все прошло, ну и что Поймешь осенней порой В жизни этой, жизни той Любовь останется с тобой Это синее небо И прозрачный эфир Открывают для сердца Удивительный мир Здравствуй, добрая осень Золотой листопад Был недавно рассвет День идет на закат Золотой листопад Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ну вот в этом части это практически все, дорогие друзья Время бежит незаметно Аркадий Александрович показал нам Из-за пульта с секретными знаками Что в этом часе у нас осталось Только пять минут эфирного времени В следующем часе ночного такси Сегодня будет полка новинок Два самых новых компакт-диска Которые были изданы нами Совсем недавно, на прошлой неделе Это будут альбомы Сирана Агасарова И Виталия Гарбузова Ну а в финале этого эфирного часа Я, конечно же, обещаю продолжить вас Знакомить с музыкой замечательного Литерта ветра И более того Этот альбом вот сейчас У нас был, что называется, в превью А вообще, на самом деле, в марте он будет напечатан И мы обязательно сделаем его полноценную презентацию В нашем эфире Будем уже не с мастер-диска С тиражной пластинки работать Но до этого, конечно, должно пройти еще определенное время Поэтому, Виталий, я очень благодарен Что вот так вот реально В ночное время в Санкт-Петербурге Вы к нам приехали В нашу студию прямого эфира Благодарю вас за то, что этот эфир сегодня состоялся И, конечно же, в финале Спасибо, Александр Всегда пожелания нашей аудитории Это очень важно всегда Потому что, конечно же, я понимаю, что каждый человек, который откроет эту программу Будет относиться к вашим словам по-своему Итак, ваши пожелания нашей аудитории сегодня И мы успеем еще одну песню вашу поставить Дорогие радиослушатели Вся аудитория Хочу сказать Слушайте хорошую музыку По возможности, если кто заинтересовался действительно вопросами постановки голоса По школе Беликанта Обращайтесь ко мне Я думаю, и я помогу И побольше положительных эмоций в нашей жизни, друзья Цените эту жизнь Яркие краски, которые сопровождают ее И сопровождают нас в жизни Это уникально все на самом деле Каждый миг он не повторяется И будем радоваться тому, что действительно у нас получается И, конечно, не останавливаться на достигнутом Спасибо Спасибо, Виталий Аркадий Александрович, на финал, пожалуйста, еще одну композицию Напомню, дорогие друзья, что в первом части «Ночной такси сегодня» Был замечательный автор и исполнитель Виталий Витерт-Ветер из Санкт-Петербурга Сегодня мы впервые показывали песню из альбома под названием «Млечный путь» Моя печаль Ты в моем сердце иногда В моей душе холодный дождь Всегда Пройдет вчерашний след обид И мы останемся вдвоем И, может быть, еще споем потом А ты проси, девчонка, меня А ты проси, девчонка, меня Я срываю лифт, вчерашний лифт Календаря, календаря Знаю, время нам с тобой Ни за что не остановись Даже если ты и я Все можем рядом быть Моя любовь Моя печаль Ты в моем сердце иногда В моей душе прохладный дождь Всегда Пройдет вчерашний след обид И мы останемся вдвоем И, может быть, еще споем Потом Ты не грусти Холодная ночь Светом огней Нам сможет помочь Если свет любви не греет нас В печальный час Прощание час Только лишь мерцание звезд В тишине растворится вновь И увидишь ты, и увижу я Что ушла любовь А ты прости, девчонка, меня А ты прости, девчонка, меня Я срываю лист Вчерашний лист Календаря Календаря Только лишь мерцание звезд В тишине растворится вновь И увидишь ты, и увижу я Что ушла любовь А ты прости, девчонка, меня А ты прости, девчонка, меня Ставно Редактор субтитров Ты прости и сметный